Василий, рада приветствовать вас в Казани. Спасибо, что привезли к нам свою замечательную выставку. Поделитесь впечатлениями о нашем городе. Такой традиционный вопрос. Впечатлений у меня пока мало. Я только прошелся по улице Карла Маркса, дошел до Кремля, по Кремлю прошелся, посмотрел на всякие достопримечательности, которые в Кремле находятся, и вернулся назад. Поэтому впечатляют размеры город. Вот я забрался на какую-то возвышенность, посмотрел на реку, вот эти дома, так все красиво, много. Такой большой, мощный город. В вашем творчестве основное место занимают котики. Такой беспроигрышный вариант. А вы не пытались найти какой-то другой животный символ для картин, так скажем? Нет, а зачем? Ну, во-первых, у меня не только котики, у меня есть медведи. Очень много их. Вот медведи, вон там медведи, много медведей. Ну, а зачем? Если котики себя оправдывают, что называть, зачем еще кого-то сказать? А почему именно вот изначально вы выбрали вот их? Хороший вопрос. Мне этот вопрос задают много раз, я каждый раз стараюсь что-то придумать на него ответить, потому что я уже миллион раз на него отвечал. Поэтому сейчас пытаюсь лихорадочно сообразить, чтобы такое сострить, но ничего не приходит в голову. Ну, короче, котики, ну, просто они всем нравятся, они мне нравятся. Ну, грубо говоря, мне нравится их рисовать. Почему я должен себе отказывать в удовольствии рисовать вот этих вот котиков? Вот, да, я люблю, мне нравится. А почему я их выбрал, не знаю. Ну, вот так вот получилось. Ну, как-то вот. Захотелось нарисовать, нарисовал. Надо было себе смелость в себе найти. То есть не каждый может заставить себя нарисовать котика. Ну, так-то просто. А в России вот существует устойчивое выражение «казанский кот». И на центральной улице нашего города как раз-таки стоит кот. Не хотите его ввести в свои работы? Если бы вы его изобразили, то каким бы он был? Ой, я не знаю. На самом деле, вот, честно говоря, я первый раз услышал про казанского кота, потому что кот, он присутствует во многих городах, даже в виде скульптур каких-то. Ну, не знаю, в Киеве, вот я видел. В Ярославле есть кот, который тоже там все гладит. Он такой металлический, и вот он там, он все трут. Не знаю я. Я, конечно, я не думаю, что казанский кот сильно отличается от кота рязанского. Может быть, он отличается от американского кота, или от какого-нибудь австралийского, но от кота из какого-то другого российского города, он, наверное, такой же милый, хороший. Я думаю, в Казани тоже любят котиков, в общем-то. Поэтому не знаю, не знаю, ничего не могу сказать. А почему в ваших картинах преобладают, скажем так, любители приложиться и старики? В России неужели все так плохо? Так нет, почему? Ну, просто мне кажется, это довольно живописно. Я рисую то, что мне кажется красивым. Это же я, я же не, как вам сказать, я же не осуждаю то, что я рисую, а наоборот, воспеваю. То есть, какой-нибудь пьяный мужик, мне кажется, это очень живописно. Ну, в плане картины. Может быть, это не так хорошо в жизни смотрится, но в картине это смотрится очень здорово. И старушка какая-нибудь с топором. Это тоже очень прикольный образ. А к какому жанру можно отнести ваш стиль? Это что, мемы, как сейчас так приятно популярны, карикатуры или что-то другое? Есть, вот Копейкин, там, и колдовские художники называют это мультипликационный реализм или мультиреализм. Ну, наверное, можно так сказать. Хотя, изначально, ну, мне кажется, что это некий лубок. Такое что-то между лубком и плакатом. То есть, такое плакатно-лубочное. Лубочные картинки, ну, может быть, несколько в новой форме, но, по сути, суть та же. Какая-то забавная картинка с забавной подписью, которая продается на ярмарке. Ну, вот такое вот. А помните, как вы вообще пришли к тому, чтобы писать картины, и помните ли вы свою первую картину? Ну, не знаю я. Нет, ну как, что значит, пришел? Просто я все время что-то рисовал. Ну, как в детстве дети все рисуют. Вот кто-то потом перестает рисовать, а кто-то не перестает. Ну, все время рисовал какие-то картинки. Может быть, не так активно, и не так активно я-то начал это вообще лет в 30 это все делать. Первые картины были достаточно мрачные. Там какие-то убийства, какие-то ниндзи там убивали, друг другу голову отрубали с саблями. То есть такое вот все. Кровище кругом. А как появился вот этот вот, то, что мы видим сейчас, ваш фирменный стиль Васи Ложкина? Я не знаю, это процесс как бы, ну, потихонечку-потихонечку он как бы выкристаллизовывался. То есть не сразу это все, потихоньку. Я же давно этим занимаюсь, поэтому вот как-то оно так. Ну, и потом я по-другому не умею. Оно вот как-то изначально... Ну, то есть я не могу сказать, что я сильно чему-то научился за все это время. Как рисовал, так рисую. Ну, может быть, не технически что-то стало получше делать, но в целом все одинаково. Если не секрет, сколько стоят ваши работы и кто ваши покупатели? Покупатели богатейшие люди нашей страны, потому что картина стоит страшно больших денег. Ну, в среднем где-то 60 тысяч рублей. Поэтому не каждый может себе позволить такие деньжищи отвалить за картину. Вы озвучивали идею не так давно открытия своей чебуречной. На каком она этапе развития. В марте открываем мы первую в Ярославле. В марте, вернее, помещение мы берем. Откроется, наверное, в апреле, я так думаю. Пока там ремонт сделаем, потом все. Ну, посмотрим, как оно пойдет. Это не я ее придумал. Просто там есть люди, которые занимаются ресторанным бизнесом. Потому что у меня нет ни денег на это, ни опыта, ничего. Они решили сделать какой-то ресторанчик. Ну, вернее, чебуречный в данном случае, но с идеей, с какой-то некой концепцией. Ну, и вот мы с ним договорились, что это будет такое вот с моими картинами. То есть я здесь вкладываюсь как некой интеллектуальной собственностью. То есть если бы изначально, конечно, это не моя была идея, я бы мне в голову не пришло заниматься какой-то ресторанной деятельностью. Потому что у меня нет ни опыта, ни ничего такого. А какой из своих проектов вы считаете таким сумасбродным или самым любимым? Самый мой любимый – это я люблю заниматься рок-музыкой. Я со школьных лет играю панк-рок. Вот, и это я делаю уже много, сколько лет тушь, наверное, с 15 лет, да, как бы. А сейчас мне 43, почти 30 лет. Я очень это люблю. Но это никому не нравится. А вы согласны ли с тем, что перемотанный банан скотчем – это искусство, а его падение – это перформанс? Ой, я не знаю. Я видел только краем глаза в интернете это все. Я даже не стал читать, мне это как-то вообще не интересно. Вся эта история современного искусства, она мне вот чужда. Конечно, конечно. А я ее не понимаю, как бы смеяться над этим. Вот, там, кто-то за какие-то бешеные деньги купил какую-то там фигню, да. Это вот их жизнь. Я, правда, не лезу и не понимаю ничего. Это надо вот иметь какой-то бэкграунд, образование, чтобы в этом всем вариться. Там очень много как бы пустословия, нежели… Но вы ведь тоже являетесь тем самым представителем вот этого современного искусства. Конечно, но оно же разное, оно же многоликое. современное, оно в том плане, что я творю это здесь и сейчас, а не в том плане, что я вкладываю какие-то супер-мега-философские мысли в свое творчество. У вас нет ощущения того, что вот чем дальше в лес, тем больше абсурд побеждает в искусстве и культуре? Ой, я не знаю. Вот, по-моему, не могу сказать. Ну, вот по вашим вот наблюдениям каким-то… Я не слежу за культурой, за искусством, по большому счету. Я смотрю только кино и слушаю музыку. Музыку слушаю, которая мне нравится там со старых лет, да, ну, в смысле, с давних лет, вот как привык там с детства слушать, то и слушаю. Книжки читаю, тоже очень маленький набор того, что мне нравится. А за современным искусством я вообще не слежу никак. Вот никак. А какие вы читаете книги? Ну, последние я читал, например, Михаила Лелизарова. Три книжки прочитал. Никогда, кстати, его не читал, а тут мне что-то так понравилось. Очень-очень хороший писатель. А какой совет вы бы дали начинающему художнику, у которого нет большого бюджета, скажем? Ну, совет такой, что надо много работать. Прям вот много-много работать надо. Тогда будет все хорошо. И не думать о деньгах. Вот, потому что вот сегодня буквально мне звонил мой знакомый, там, вот я тут две картины нарисовал, давай их продадим. Я, блин, ну, я смотрю, как бы это. Когда ты начинаешь думать о том, что вот ты рисуешь картину, думаешь, за сколько ты ее продашь, ты ее, как право, не продашь. Надо думать о том, что вот сейчас я нарисую что-нибудь такое, от чего все офигеют. Тогда можно. Вот. Ну, не знаю. Тут это как не угадай. В этом никак нельзя угадать. Это как с музыкой. Вот есть, например, музыканты, которые, там, какая-нибудь рок-группа, которые играют музыку, и она дико популярна. А другие играют, 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 и ничего не получается. Ну, никому не нравится. То есть здесь это вот угадать, стрельнет, не стрельнет, я никто не знает как. Нет рецепта никакого. Ну, а молодым, ну, работать, побольше работать. Труд облагораживает человека и делает из него, из обезьяны делает человека. А что вы можете пожелать в преддверии Нового года телезрителям нашего, точнее, зрителям нашего ютуб-канала ДВ? Ну, что можно пожелать? Ну, пожелаю вам всем счастья и радости, здоровья и хорошего настроения. И побольше денег. Спасибо вам большое за интервью. Продолжение следует...